Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В домах почти 50 тысяч рублей. На вторичном рынке жилье дешевле – 46,5 тысяч за квадрат. Средние по России цифры выросли на 7%. 79 тысяч стоит квадратный метр в новых домах, 66,5 – в уже сданном жилфонде. Подорожание квартир продолжится и в 2021 году, считают эксперты. Скажется подорожание строительных материалов и льготная ипотека, подогревающая спрос, несмотря на падение доходов. Программа Экономика. Кировский бизнес получил от государства более 100 миллионов на антисептики. Это субсидии, которые федеральные власти ввели в середине прошлого года. Их выдают предприятиям общепита, туризма, спорта, образования. В общей сложности деньги выдали 3 тысячам предпринимателей. Сумма – это 15 тысяч на переоборудование помещений. Отметки на пол, антисептик, на входе и так далее. Плюс есть вторая часть – по 6,5 тысяч на каждого сотрудника, чтобы компенсировать покупку масок и других индивидуальных средств защиты. На рынках могут начать чаще выдавать чеки. У ФНС запустила проект по контролю за рынками и ярмарками. В первую очередь, по данным налоговой службы, будет идти разъяснительная работа о необходимости регистрации бизнеса, применения касс. Тех, кто работает без регистрации, не пользуется кассой, не полностью оприходует выручку, не выдает чеки, обещают привлекать к административной ответственности. Покупатели могут сообщать о нарушениях через сервис «Проверка кассового чека» на сайте налоговой. Подобные проверки чеков и КАС также в этом году начали проводить на кировских предприятиях общепита. И в завершении выпуска о валютах доллар на сегодня 73,94 рубля, евро 89,61 рубля. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова